Привет! У тебя есть объемный контур, витражная краска, время и эпоксидная смола. Есть, конечно! Давай смотреть дальше, как все это делается. Итак, в любой молд, можешь купить силиконовый молд или сделать из силиконового герметика, силиконовой пасты и оргстекла или полиэтилена контур, и в него проливаем первый слой из прозрачной смолы. Чтобы не было пузырей, побрызгай блюдо или оргстекло корректором или восковым разделителем. Тогда еще лучше будет отходить, и твой силиконовый молд проживет еще дольше. Хорошенько и быстро резкими движениями убираем пузыри. Если твоя смола плохо отдает пузыри, то проливай ее в несколько слоев и лужицы эти убираем горелкой пузыри. Теперь носик срезаем маленький у наших контуров акриловый. Если сильно толстый носик срезать, то будет и толстая струечка, которая не очень эстетично и красиво смотрится. Тут не нужно рисовать, если ты не умеешь рисовать. Если сделать опалубку или основу под заготовку на оргстекле или на молде достаточно прозрачном, можно рисунок распечатать и сверху прорисовать его. То есть под наш молд или оргстекло кладем распечатанный рисунок и по нему прорисовываем все, что хотим. Главное покупать плотный контур, акриловый, можно по одежде, можно для дерева, бумаги, пластика. Их очень много на рынке. Я покупала в Леонардо. В любом художественном магазине такой контур есть. И чтобы у тебя ровный рисунок был, держи слегка-слегка одинаковое давление на контур и опору, руку на мизинчик. Ставишь мизинчик, чуть-чуть его отодвигаешь от кулачка, опираешь руку на мизинец, и тогда тебе будет проще и без надрыва, и без всякого трясения руки получить ровную линию. Я чередую черный и белый акрил. У меня еще есть золотой и серебряный. Хотела его вставить, но уже смотрю, что будет перебор. Еще очень классно рисунки смотрятся с золотым акрилом, если чисто по контуру, или есть прозрачная основа и вся в блесточках тоже. В общем, еще раз повторюсь, акрилов таких контуров очень много. Выбирай. Главное прорисовать достаточно плотненько и толстенько, дать высохнуть, а потом, смотри, на палитру я замешиваю свою витражную краску. У меня витражная краска двух фирм. Вторую не помню, а одна фирма Pubeo. Я ее обожаю. Вообще, многое продукция, которую я пользовалась Pubeo, прям класс. Прям сердечко, например, силиконовое масло, матовый лак, глянцевый лак, восковый разделитель Pubeo. Прям супер. Теперь смотри, все цвета у меня были от витражной краски, но только у меня не было темно-зеленого, поэтому в оливково-зеленую витражную краску я добавила темно-зеленые алкогольные чернила. Вот, видишь, на палитре можешь присмотреться, там есть пятна темно-зеленые. Поэтому лайфхак, если у тебя каких-то чернил нету или какой-то краски нету, это все заменяется. Можешь прорисовать любым продуктом. Можно, в принципе, и акриловой краской, но смысл в том, чтобы рисунок был витражный. Если тебе не принципиально, чтобы он пропускал свет, то тогда можешь и акриловой краской прорисовать. Но только, когда ты будешь разбавлять водой, убедись, что разбавлено максимально аккуратно, потому что акрил ложится плохо по эпоксидной смоле, неровно. А, кстати, еще в желтую краску добавила более ярко желтых чернил. Вот сейчас по видео вспомнила. Итак, ребята, выдыхаем. Сейчас будет самое вкусное и самое красивое. Ну, эта часть тоже была достаточно красивая, но я думаю, она много стресса вызвала у тех, кто считает, что он не умеет рисовать. Хотя я убеждена, что это только в нашей голове. Мы, если захотим, мы можем вообще в горы свернуть. Итак, замешала средней вязкости смолу. В России она идет под брендом Art Pro и Art Smola. В Европе она идет под брендом Resin Pro. Вот я показываю, как будто вы видите. Вот. Где? Resin. Вот сейчас покажу лейбл. Resin Pro. Вот. Если что, 10% скидку вы можете получить, когда вобьете в строку промокод на терюм. Итак, для этого эффекта вы можете использовать как среднюю, как жидкую, как густую. Но, возможно, кстати, я сниму варианты, как выглядят по-разному эффекты с разными смолами, с вязкостями. Но сегодня разберем на средней смоле. Смотрите, какой может быть у вас подвох. Первое. Это аминная пленка. Если у вас эффект не стянулся, у вас могут быть три причины. Но, объективно, чаще всего это две. Первое. Аминная пленка, если вы принесли свою смолу в холодное время года, или у вас повышенная влажность, замешали, и в эффекте не нужно ждать, чтобы она набиралась вязкости. Но, так как у вас влажность, смола сверху покроется невидимой пленкой, которую только так вот пригнувшись можно увидеть. И за счет этой пленки ваш эффект не стянется. И он будет вот по краешку. Второй момент. Если вы замешали смолу и либо чуть-чуть изменили пропорции, либо перегрели ее, либо ваш компонент уже был где-то сильно в тепле, два, вы смешали, еще прогрели, и он в объеме сполимеризовался быстрее. Потому что любая смола полимеризуется в тонком объеме, в тонком узком, ну в том стаканчике, которым мы наливаем. Это очень грешит этим жидкая смола. Так что жидкую смолу вот 100% лучше разливать на более широкие формы. Вот. И смола в центре уже схватилась, сцепилась, застыла и не дает, естественно, пигменту просить. И третий вариант маловероятный, но бывает тоже, когда ученик или когда пользователь работает с эпоксидной смолой, добавляет супер много пигмента, и за счет его плотности он просто оседает плюшкой, и все, и никуда не идет. Но такое я редко видела. Скорее всего, вот два момента. Итак, замешала смолу, не даю ей стоять, ничего не делаю. Разделяю сразу на окрашивание. Мне нужно на первый слой 50 грамм. У меня, видите, большой молд. У меня будет три цвета. Первый слой у меня будет перламутровый. Второй круг можно 35-40 грамм. Поменьше, чем первого. И все остальное прозрачное. Вот для серединки, у меня, наверное, не будет серединки, пусть оно сходится все так, как есть. Не хочу прям сильно, чтобы серединка смотрелась. Ладно. Вот сейчас для меня самая сложность будет это создать цвет. Я себе в голове представила его. Он должен быть какой-то перламутрово нежно-желтый. В общем, вот в ту смолу, где у меня 45 грамм, я сейчас добавляю 12 капель перламутрового персикового пигмента. И, да что у меня все вываливается из рук, хорошенько перемешиваю. Этот цвет не должен быть сильно плотный, ребят. Он должен иметь цвет, особенно перламутр, это очень круто будет. Но он не должен быть сильно-сильно плотный. Так, теперь я добавлю капельку оранжевого и белого. Открывайся. Вот буквально чуть-чуть. Тут прям капля такая нормальная выходит. Вот смотрите, вот прям... Сейчас я ее возьму. Прям вот такую маленькую капельку. Вот, видите? Так, желтоватость мне уже нравится. И сюда добавлю белый перламутровый. Не белый, а белый перламутровый. Вот, его прям можно... Он у меня уже заканчивается. Вот тут капель 8-10. Есть. Перемешиваем. Вот. Отлично, отлично, отлично. Пусть будет такой цвет. Теперь, ребят, в второй цвет, который у меня белый, здесь должен быть плотный, плотный, насыщенный белый цвет. На 30 грамм смолы я добавляю 22 капли. И этот цвет, этот белый пигмент нужно перемешивать очень внимательно, потому что он оседает очень сильно, потому что он цепляется за стеночки, могут быть соплюхи непромешанные, которые не застынут в смоле. Потому что он очень цепучий и может на шпателе остаться. Поэтому прям, вот слышите, я прям шкрябаю по стеночкам, прям... У меня муж, трагивица, говорит, что за шкрябаю? Нету другого слова, чтобы сказать, что ты тщательно перемешиваешь. Я тщательно перемешиваю, ребят. Так, и теперь оставляем. Шпатели я всегда убираю на что-то силиконовое или полиэтиленовое, чтобы они застывали и пользоваться ими много раз можно. Ребят, делаем первую подложку. Можно прям даже выделить для себя 30 грамм смолы, 30-40 где-то так. Это для прозрачной подложки. Старайтесь делать ровненько. Чем ровнее и красивее у вас круг получается, тем красивее и ровнее с обратной стороны. В этот же круг я добавляю перламутровый. Вот тут еще подвох, ребят. Будьте внимательны и аккуратны. Если вы добавляете сухой перламутр, будьте внимательны с ним, потому что сухой перламутр может дать вам тяжесть пигмента. И у вас сам пигмент может не стянуться так хорошо, как должен. Поэтому аккуратно, совсем чуть-чуть. Вот, вот совсем чуть-чуть. Так, есть. И теперь белой смолушкой так же аккуратно все в ту же лужу по тому же принципу. Лужа в лужу. Не плюхайте сильно большой струей, сильно толстой. И тоже аккуратненько. Во время работы уберите все, что лишнее может вам мешать. Чтобы не цеплялся стакан и чтобы криво не получилось. И все. Остаток смолы выливаю четко в центр. И не оформляю серединку. Пузыри уберу потом, когда эффект стянется. Все. Оставляем смыкаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...